Продолжение следует... Не догадываетесь, для чего я вам его показываю? Конечно, нет. Но скоро вы узнаете тайну этого корабля. Друзья, вот он какой красивый. Очень красивый. Представляете, мне лично нравится, но я на таком не служил. Мой корабль был маленький. Итак, далее пойдём. Друзья, далее. Вот вы сейчас это обследовали. Вы это изучили. Поняли? Теперь мы сейчас перейдём, друзья. Будем рассматривать другой рисунок. Теперь вторая половина тайны. Это, друзья, великая интрига, которая мне пришла позавчера ночью в голову. После того, как я увидел по телевизору рекламу. Вы видите, здесь написано Севастополь. Это название этого линкора. Дредноута. Итак, сейчас я вам буду рассказывать тайну этого корабля. Привет, друзья. Это я в окно глянул, как там. Нормально. Друзья, всякая интрига должна быть раз... разинтригована. В смысле, я должен вам рассказать всю правду про эти изначальные кадры, которые вы видели впереди. А впереди был очень мощный в прошлом веке корабль. Даже позапрошлым его начали строить, а в прошлом веке он погиб славно. Итак, ребята, мне позитива идея великая. И я обращаюсь к вам таки баннеры с предложением. У меня очень массово поперла отписка. Мне сегодня я утром упражнялся в трансляции, меня один друг успокоил. Говорит, не волнуйся, у меня, говорит, всего 150 подписчиков и я с ним согласен. Дело у них подписки. А дело в том, смотрят ли канал эти, допустим, 150 человек и смотрят ли они рекламу, друзья. Вот в чем дело. Понимаете? Мне, мои уважаемые таки баннеры, с которыми я по вечерам общаюсь сегодня, тоже буду 22, они мне говорят, даже призывают остальных. Нажимайте рекламу. Это, чтобы я заработал побыстрее на токарку. Так вот, идея моя заключается в том, друзья, что пока нет токарки, я решил вам предложить заняться судостроением. Представляете, мне мой компьютер, вот этот, пришла из детства величайшая мысль заняться судомоделированием. Вместе с вами, уважаемые таки баннеры, я в детстве занимался, я в детстве много чем занимался, понимаете, я такой занятливый человек. Так вот, друзья, значит, я вспомнил, а тут еще по телевизору рекламку увидел, да еще название интригующее, Севастополь, а в Севастополе я начинал служить в учебном отряде, в седьмом учебном отряде имени адмирала Октябрьского. Если кто знает, тот наверняка вспомнит эту прекрасную школу морской жизни. Там, значит, плац внутри здоровенный, а я в 15-й роте был, 15-й роте это второй вид, который 45 дней в учебке и на корабль пинка и все. Вот, а над нами я был на втором этаже, это я напомню тем, кто там был, на втором этаже, значит, а над нами была школа мячмановый прапорщиков, шмеп, но мы ее почему-то по привычке расшифровывали, по гражданке, школа мудаковый пидорасов. Представляете, ну, тоже красиво, да? Но я не хочу их оскорбить, мячмана это ох, люди на кораблях, представляете, старшина команд, босс вам тоже мячман, старший мячман. Итак, друзья, я отвлекся, значит, мне с детства и по телевизору поступил сигнал заняться судомоделизмом, я решил вместе с вами такие баннеры. Вам, может быть, будет интересно, потому что во время судомоделирования я буду для тех, кто не знает, хотя сейчас узнать в интернете это запросто, но я могу поделиться своими знаниями, я буду рассказывать про корабли, про то, из чего они состоят, зачем они состоят, и нафига они состоят вообще, понимаете, мы изучим в процессе этого моделирования, мы изучим набор корпуса, это так называется, из чего состоит корпус корабля, понимаете, это мы узнаем, из чего все остальное состоит, из чего в общем-то состоит корабль, с этим я вас познакомлю, хотя вы можете познакомиться в интернете, но я решил вас тоже познакомить, а вот, тут-то и начинается сама главная интернета, представляете, вы там видели, сейчас шкурная расшифровка этого вопроса, шкурная, вы там видели, значит, на рисунке написано, первый выпуск 49 рублей крупными здоровыми буквами, а меньше вон там, зелененько цифра 99, это хочу вас огорчить, рубли, да мне не жалко, понимаете, я не про то, я думаю, по доброте душевной, вы по ссылочке донат, мне будете понемногу там, от души своей щедрой, на руси, руй с чем славилась, всегда с щедростью, понимаете, но это не все понимают, вот Аббас Хуриев, который мне сказал, для вас сказал, он там написал, я его слова запомнил навечно, он сказал, что я барлига, который вас обманывает, и который не сделает так карку, представляете, он кавказский человек, он сказал, он сделал, он все знает, юг кинжал, он меня зарезал, если бы я был рядом, но мне повезло, я за кадром, короче, я думаю, вы это поймете, что не такая дешевка, чтобы обмануть кого-то, я никогда не обманул, но это не главное мое достоинство, я предлагаю, друзья, будет ссылка на донат, мне, кстати, шлют люди, я хочу вас обрадовать, у нас уже с вами доната 12 с лишним тысяч на сегодняшний день, прекрасно, я вот сейчас мне, Дима помогает оформлять все это правильно делать, мы с ним настраиваем, скоро все эти сообщения, все ерунда будет у вас на экране, и чтобы вы поняли, что я вас не обманываю, понимаете, ну ладно, кемечка зачесалась, это мысль какая-то наружу придет, вот и чешется, и так, друзья, если вы согласны, то я займусь судомоделированием вместе с вами, вспомню детство, у меня сейчас время него, сутки отстоял, двое суток дома, и буду клеить понемножку, вам показывать, рассказывать, и мы с вами создадим линкор, по-английски дредноут, почему-то, вот сейчас там, на первом, но сегодня я не буду складывать, я сегодня, завтра утром схожу на вахту, и следующий наш ролик будет уже начало с постройки линкора, это будет очень знаменательная дата, пятое число, отлично, пятое декабря восемнадцатого года, хотя этот корабль гораздо раньше построился, я потом вам скажу, я сейчас не помню, ну где-то в девятнадцатом веке еще, понимаете, эти корабли были в те времена мощные, там пушки стояли по 305 миллиметров, ой-ой-ой, я на Варшивовке, здесь, на Дальнем Востоке, на такой пушке партизанам был, целых 55 дней, вот с таких линкоров пушки, которые мы будем делать, у меня ролик есть там, если кто захочет, найдет, увидит, это Варшивовка, и так, друзья, я сегодня вам запущу этот изначальный ролик, и мы получу ваше согласие, если вы согласны, то можете по ссылке прислать там несколько копеек для следующей мне это самое, те, я с ним познакомился, сказала, будет дороже, ну, мы это купим, то, что я буду покупать, правильно, ой, что-то меня икнуться захотелось, блин, кто-то меня уже вспоминает, наверное, Аббас Хулиев, кинжал, достал, а у меня тут защекотало, я все на это рисунок смотрю, и жажду, жажду начать, но мы начнем скоро, друзья, так что, заложим, ну, вот тут началось почему-то с башни, ну, неважно, мы весь, все равно соберем весь корабль, он, если судить по башне, он будет здоровый, блин, о, блин, ну, ничего, я его потом кому-нибудь подарю, хе-хе-хе, моя любимая жена возмутилась слегка, но она же не со злости, а слегка, говорит, что я это самое, но я ей пообещал, говорю, Антоншка, это все купится мне, мои друзья, таки баннеры, не дадут обанкротиться, я прав, или нет? ну, друзья, все, пока, я сейчас монтирую кино и вам запущу, пока,